для вопросов и ответов. Но свои вопросы вы желательно формулируете заранее, присылайте эти вопросы, и они будут обязательно рассмотрены, и вы сможете услышать ответы на свои вопросы. Ну и также будет возможность снова слышать замечательный хор, участие разных музыкальных групп. И мы переходим к основной нашей части конференции, это тогда, когда мы слушаем Божье Слово. Мы желаем, чтобы центральное место занимало Божье Слово на нашей конференции, поэтому мы приглашаем нашего дорогого гостя из Казахстана, Франца Георгодоровича Тисена, и предоставляем ему слово. Мир вам, молодежь! Это значит с миром! Спасибо! Очень приятно! Я хотел прочитать два места из книги Библии. Первое место мы будем читать из первого послания апостола Петра, вторая глава, стих второй. Первое послание апостола Петра, вторая глава, стих второй. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасении. Второе место, оно записано в Евангелии от Матфея, 13 глава. Я буду читать сначала. «Выйдя же в тот день тот из дома, Иисус сел у моря. И собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу. И получал их много притчами. Вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иною упало при дороге. И налетели птицы, и поклевали то. Иною упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло и, как не имело корня, засохло. Иною упало в тернии, выросла терния, и заглушила его. Иною упало на добрую землю, и принесло плод. Одно во сто крат, другое в шидесят, иное же в тридцать. Кто имеет уши слышать, дослышит. Аминь. Вы знаете, обычно, когда читаем текст и говорим «аминь», то тут не надо думать, если вы доверяете Писанию, чтобы говорить «аминь». Вы можете не сказать «аминь» в конце моей проповеди. Но когда мы читаем текст Писания, мы говорим «аминь». Вы согласны? Слово Божие. Аминь? Аминь. Спасибо, извините. Друзья, у меня вот в эти дни особо такие, знаете, радостные воспоминания. Особо радостные воспоминания. Ровно пятьдесят лет назад, скажем, чуть-чуть по дням позже, это было тридцать первого мая, на первое июня, Иисус постучал в мое сердце. Он и раньше стучал. Но, знаете, это была ночь, буквально физически была ночь, и было внутри ночь, было темно. Но это было в родительском доме, мне было пятнадцать с немногим, пятнадцать лет. Знаете, моя мама, мне посчастливилось жить в семье, как у Тимофея. Вот он жил, у него была, он видел маму, у которой была нелицемерная вера, и бабушку, у которой была нелицемерная вера. И вот так я жил в окружении тоже мамы и бабушки. Еще, конечно, были братья и сестры у меня. Но это было такое время, когда преследовали верующих. Я помню, наш пресвитер за то, что детьми занимались, его посадили в тюрьму, он сидел срок. И как-то жизнь влекла, когда я был ребенком, все по-детски так было. И я уже был очень далеко от Бога. Но где-то в четырнадцать лет особенно как-то мама моя молилась и звала меня, чтобы я вот шел на служение, и я придумывал разные истории, чтобы не пойти. Я сказал, ну что я туда пойду позориться, и вдруг кто-нибудь увидит с моих одноклассников. Я сказал, да там нету ребят, там одни девчата, что я там буду сидеть там, да. Ну что только не придумал. Я уговаривал своего двоюродного брата, я обещал ему и дрова пилить, и уголь носить, лишь бы он со мной пошел. И он согласился. Первый раз, когда мы там были, нам не понравилось. Не понравилось. И мы думали, ну что же придумать, чтобы и мама не хотела бежать. И мы просто взяли, подстриглись обои на лысо. Мы говорим, ну а что мы лысые пойдем на собрание, что ли? Это была весна, и мы думали, да, до осени в школе волосы вырастут, и будет нормально. Ну, придумывали разное. Но знаете, осень пришла, мама зовет снова. И я вам скажу, особое влияние на мое сердце производило Слово Божие. Вот не зря в Библии написано, что вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. И вот эти семечки, они падали, падали, падали на почву сердца, да. И я помню, мы уже с ним, с моим братом шли, вот после служения, и получалось так. Мы на служении, никто не кается. Нас нету, люди каются. Мы даже не видели, как каются люди. Мы думали, как это люди каются. И, ну, это было трудное время. Преследование там, учиться нельзя было нигде, если верующий ты человек. Я помню, мы с ним рассуждали. Вот было бы так, вот ты искренне покаялся, и сразу на небо. Это было бы доказательство искреннего покаяния, и не надо было здесь выдерживать все насмечки и так далее. Это так мы неправильно понимали. Но мы с ним договорились, что мы покаемся в один день, чтобы мы будем вместе. Я помню, я окончал школу, готовился к последнему экзамену. Он должен был быть 1 июня, это было воскресенье. Как сейчас помню, это была математика. Я был дома, готовился. А мой двоюродный брат, он был на служении, на молодежном, там что-то общение там было у нас. И вот он приходит, я смотрю, у него такой виноватый, виноватый вид. И я говорю, а что случилось? И он так голову опустил, и говорит, я покаялся. И первая моя мысль была, предатель. Я думаю, он меня предал, да? Вот как я теперь смогу? Мы долго не смогли там общаться. Такая напряженная была обстановка. Он ушел. И в эту ночь Иисус стучал в мое сердце. В эту ночь. Я тогда не понимал, что он меня простил. Он меня простил. Я в этом даже вот сейчас вспоминаю. Сомнений нету. Но я думал, что надо обязательно пойти на богослужение и сделать это открыто. И хорошо, что такие мысли были. Это помогло мне потом, знаете, когда я открыто исповедовал. И вот я сижу на служении, 1 июня, воскресенье, вечеря Господня. И знаете, первый брат призвал к молитве. И молятся одни и те же люди. Я уже наизусть знал их молитвы. Я думаю, да что такое? Человек хочет покаяться. Ему не дают время. Я не могу вклиниться никак. Я помню, наш пресс-витер сказал слово. Он говорил о ранах Христа тогда. Это была очень сильная проповедь. Это касалось моего сердца. Я помню, опять встали на колени. И опять я не могу вклиниться. Я не знаю почему, но тогда, стоя на коленях, я сказал, Господи, я обещаю тебе, если я сейчас сумею покаяться, если я когда-нибудь буду проповедовать, я буду давать людям время покаяться. Я буду им говорить, вот это ваше время сейчас. Сейчас никто не молитесь, пусть молятся только те, которые хотят покаяться. И знаете, ну я не могу вклиниться. И тогда я подумал, будь что будет. Я нарушаю все правила. И знаете, у меня было такое сильное побуждение помолиться. И там кто-то молился, мне уже было все равно. Я знал, что Иисус стоит у сердца. И я покаялся. Знаете, прошло 50 лет. Я самый счастливый человек. Я хочу просто вам засвидетельствовать. Это такое счастье. Когда ты знаешь, за все эти 50 лет, я никогда не сомневался, что он мне тогда простил мои грехи. Когда мне спрашивают, а как ты это узнал? Я говорю, он пришел в мою жизнь. И он мне это лично сказал. Ты прощен. Вы знаете, это как в Библии написано. Дух Божий свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Я часто вспоминал эту историю, когда Иисус Христос шел уже на страдание, на смерть. Помните, он подошел к городу Ерехону. Там в Ерехоне был Захей. Это особая история. Но здесь его встретил один человек, слепой написано. И когда он услышал шум какой-то, знаете, что-то происходило вокруг него. Он не видел. Он спросил, что это такое? Что за шум такой? Да? И ему сказали, что Иисус на заре идет. Вы знаете, когда Иисус подходит, это всегда ощутимо. Он дает знать о себе. И Он ожидает, чтобы человек попросил Его. И мы читаем, что Он закричал. Он закричал, Иисус, Сын Давидов, помилуй меня. И некоторые люди стали останавливать Его, да. Но Он еще громче кричал, Сын Давида, помилуй меня. И потом произошло следующее. Иисус остановился. Вы знаете, я думал, как хорошо, что Иисус останавливается возле человека и дает Ему шанс. Он останавливается возле труждающихся, обремененных. Он останавливается возле людей, которые живут в грехе, которые уже знают это, понимают это. Уже идет борьба какая-то. Они знают, что Иисус Христос умер на кресте. Это особые моменты посещения сердца человеческого. Он это делает по-особому и в сердцах тех, которые где-то остыли духовно. Как-то мне братья рассказывали, они посетили в Сибири, в России, посетили там один дом молитвы, и там должно было проходить евангелиционное собрание. Но с вечера они приехали, поселили в одной семье, а вот эта сестра, у нее был сын, молодой человек, но он был необращенный. И мама говорит, братья, поговорите с ним. Муж покажется, поговорите с ним. Ну, знаете, это хорошее усердие, но иногда это не совсем правильно бывает. Как-то навязчиво немножко это было. И один брат говорит, я полтора-два часа беседовал с этим молодым человеком, и это было, знаете, как об стенку горохом. Ну вот, ну никакие реакции, никакого движения. И переживал так, молился тоже. И вот уже воскресенье, евангелиционное служение начинается, да, и столько собралось, говорит, людей, что скамейки все вынесли, люди просто стояли вот так в зале. Представьте себе, вот полный вот так был бы зал, один возле другого стоял, ну, чтобы место было больше молодым людям. И вот первый брат вышел проповедовать, говорит, а я сижу, и вдруг ясно мне Господь говорит, а это молодого человека звали Вилли. Он говорит, скажи, что Вилли покаялся. Думаю, ну, хорошо. Вот когда моя очередь придет проповедовать, и я, говорит, Господу, говорит, я скажу. Я, говорит, ясно, Господь мне говорит, нет, скажи, что Вилли покаялся. Сейчас. Я так думаю, говорит, ну, хорошо, сейчас этот брат закончит проповедовать, и я тогда выйду и скажу. А сам думаю, ну, а как я скажу? Там где-то метров семь до него идти, и вот так, говорит, люди стоят один возле другого. И имел ясное-ясное побуждение, что это надо сейчас делать. Я понял, что это будет не послушание. Я просто встал. Это было, знаете, ну, кажется, неправильно, но Дух Божий действовал, говорит. Я подошел к этому брату, который проповедовал, он держал в руках микрофон, он, говорит, дай микрофон. Я, говорит, взял микрофон и сказал, Вилли, это твой час. Он как рухнул на колени, говорит. И началось пробуждение. Не нужна была вся эта программа даже, да. Вы знаете, он говорит, мы полтора-два часа беседовали, но это был час посещения. Человек не может покаять человека. Невозможно уговорить человека начать духовную жизнь, возрастание. Это работа Духа Божия. Это Господь работает. Это Господь действует. И поэтому это так важно. И Он действует через Слово Божие. Поэтому я хотел сказать, в течение конференции могут быть разные моменты, но вдруг, может быть, какой-то молодой человек, вы будете переживать, что вот это ваш шанс теперь, вам надо поправить вашу жизнь. Вы живете, может быть, двойными стандартами. В вашей жизни есть грехи неомытые, неисповеданные, и вы живете под грузом вины. Может быть, есть молодые люди, которые еще никогда не открывали свое сердце, не молились Богу, и Бог будет стучать. И вам не надо ждать конца проповеди, пения или игры на музыкальных инструментах. Вот когда Господь будет близко, это ваш шанс. Вы можете просто встать и заявить об этом. Вы можете прийти вперед и помолиться Богу. Библия говорит, ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте имя Его, когда Он близко. Это так важно. Я хотел, чтобы все на это обратили внимание. Итак, Библия говорит, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрастило спасение. Вы замечаете, что некоторые люди духовно не растут. Мы можем каждый сам проверить свое сердце. А другие, смотришь, Бог пользуется этими людьми. Мы должны признать, что это Божьи люди. Мы видим Дух Божий действовать через жизнь этих людей. Вокруг них люди обращаются и каются. Это что-то удивительное. Почему? Я сегодня не хотел спросить вас, читаете вы Библию или нет. Я хотел спросить, любите ли вы читать Библию? Давайте искренне, честно проверим свое сердце. Невозможно говорить о духовном росте без любви к священному Писанию. Это очень важный момент, друзья мои. Есть что-то, что нам нравится кушать, правда же? А есть что-то, что нам, может, не очень нравится. Бывает такое? Я помню, мы когда в детстве маленькие были, маме говорим, мама, а мы очень скромненько жили. Раз в год мама на Новый год нам пельмени делает. А такой был праздник, это что-то. Вот мы говорим, мама, а на небе будут пельмени? Она говорит, ну, думаешь-то нет. Мама, что это да? Ну, как-то нам казалось так грустно, если там не будет пельмени. Но это по-детски вот так было. Я помню, как-то к нам приехал один миссионер, он в Африке нес служение, слайды там разные показывал нам. И мы смотрим, там вот эти африканцы кушают, какое-то блюдо, вот такой зеленый цвет, какой-то, ну, не очень аппетитный кажется. Мы говорим, а что это за блюдо? Он говорит, фу-фу. Мы говорим, а вкус какой? А он говорит, ну, какое название, такой вкус, говорит, да. Вы знаете, есть что-то, нам не нравится. Теперь представьте себе, человека тошнит от слова Божьего. Вы можете такое представить? Стыдно же в этом признаться, но аппетита нету, желания нету, побуждения нету. А это слово живого Бога, это слово, которое содействует пробуждению, покаянию, оно обнаруживает сокрытое в человеке, оно укрепляет веру человека, помогает ему расти духовно. И поэтому враг души человеческой прилагает особо много усилий, чтобы оторвать нас от Писания, чтобы нам не жить Словом Божиим. Давайте вот так откровенно, честно подумаем. Ну, например, вот куда вас тянет больше? В интернет или в Библию? Ну, может, вы думаете, ну, почитать-то надо, почитаю, но вы думаете, уже наслаждаетесь теми минутами, что когда вы сейчас закончите наконец-то читать очередную по графику главу, по плану чтения Библии, вы будете два часа в интернете. Давайте подумаем, идет ли Господь с нами в наших мыслях туда, куда нас тянет? То, что дает нам удовольствие, то, что нам нравится. Это очень важно, друзья мои, очень важно. Библия, как мы уже говорим, говорили, имеет огромную-огромную силу. И вот смотрите, сеятель вышел сеять. Сеятель вышел сеять. Я помню, один из братьев делился со мной, и говорит, был такой момент его жизни, говорит, он летел самолетом из Лос-Анджелеса в Москву. Это очень-очень длинный перелет. Ну и думаю, говорит, ну надо же засвидетельствовать о Господе. Взял, вот так достал, Библию положил. Кстати, сегодня поездом ехал тоже. Ну и там мужчина один зашел, купе, думаю, ну молюсь, чтобы начать, тоже положил Библию. Он говорит, это справочник? Я говорю, да. Но какой справочник? Ну побеседовали. Это очень помогает, чтобы начать разговор. Это же лучше, чем я там компьютер открыл или в телефоне сижу. Ну что он должен думать? Объясняй ему, что я там Библию читаю. Мне это кажется, это очень помогает. Ну вот, говорит, положил Библию, а рядом сидит мужчина и говорит, вы что, эту чепуху читаете? Он говорит, так это Библия. Ну, говорит, я вижу. Поэтому так и говорю. Он говорит, да вы что, это же слово Божие. Да какое Божие? Ну, в общем, начался спор, диалог. Мы говорили, два с лишним часа, может быть, три часа и никакого результата. Он мне говорит, а вы знаете, говорит, что вот эти ваши ученики, которые писали вот эту Библию, они даже не знали, что такое утюг. Ну, я, говорит, парирую ему, говорю, а вы знаете такое, я на мозг Каменский. Он говорит, ну, Каменский, конечно, чешский педагог. Он говорит, а я ему говорю, а вы знаете, что он не знал, что такое телефон? Вот мы с ним говорим про утюги, телефоны, про микро, макромир и так далее. Кажется, бесполезно. И вдруг объявляет турбулентную зону, говорит. Вы знаете, что такое турбулентная зона? Но когда самолет входит в особое такое пространство, его начинает так трясти, я попадал, что люди иногда кричат даже. Ну, и это объявляет, чтобы там все пристегнулись опять. И, говорит, он вот так раз откинулся, говорит, тоже глаза закрыл. И тут мне пришла одна идея. И я ему говорю, слушайте, дайте мне пять минут. Пять минут. Послушайте меня. Пять минут только. И он говорит, давай. И даже глаза не открыл. И я, говорит, стал медленно, но ясно с выражением читать пятую главу Евангелия от Матфея. Я так, когда дочитал пятую главу Евангелия от Матфея, вы знаете, она не сильно короткая. Это Нагорная проповедь, да? И помните, она заканчивается чем? Чтобы мы молились за бежащих, благословляли проклинающих, благотворили ненавидящим. И таким образом будем с сынами, дочерями Отца Небесного. Он даже глаза не открыл, говорит, ну, говорит, ладно. Я, говорит, помолился за него еще. И уже мы не разговаривали, говорит, когда мы уже были, получали свой багаж. И, говорит, он ко мне подошел, этот мужчина, говорит, я хочу перед вами извиниться. Говорит, за что? Я, говорит, нехорошо вел себя. Я нехорошо вел себя. Вы знаете, говорит, у меня такой конфликт с сыном. Мой сын живет в Лос-Анджелесе. И, говорит, мы буквально, буквально, говорит, дрались на ножах. У него в руке был нож у меня. Мы даже порезали друг друга. Он настолько оскорбил меня, он унижал меня. Говорит, мне, говорит, такая злость была, такая обида, говорит, и я вот с таким возбуждением вот сижу, и вот у меня клокочет все внутри, говорит, еще высадочепухой тут. Ну, он имел в виду Библию. И, говорит, ну, я, у меня к вам один вопрос, говорит, вот когда была турбулентная зона, говорит, из какого произведения вы читали? Он говорит, а что такое? Он говорит, впервые в жизни мою душу проник какой-то мир. Вот как будто что-то такое особо проникло в мою жизнь. И я услыхал, прощайте, молитесь, любите, не мстите. Вы знаете, это было что-то, это было что-то особенное. Что это было за книга? И я ему говорю, это была Библия? Он говорит, не может быть. Он говорит, это была Библия. Этот мужчина сказал, и я буду читать Библию. Вы знаете, Слово Божие, вот они, несколько часов про макро-микро-мир и все остальное, но сила в Слове, сила в Слове Божьем. И поэтому, знаете, это так важно, сеятель сеет Слово. Скажите, у вас у всех дома есть Библия? У кого нету Библии, есть такие? Нету. Я знаю времена, когда на церковь 300 членов была одна Библия. На 300 членов. График составляли, например, говорят, Иванов читает с 8 утра до 8 вечера, Петров с 8 вечера до 8 утра. И вот так составляли график и передавали, переписывали там и так далее, да? это было жажда. Жажда. Друзья, сеятель сеет Слово. Я помню, один молодой человек с ним беседовал, у него столько проблем, у него уверенности спасения нету, мира нету, радости нет, временами верует, временами сомневается, да? И я и так, и так, и так пытаюсь с ним говорить, и он как бы пожалел меня, говорит, ладно, признаюсь, говорит. Я говорю, в чем? Он говорит, я уже полгода не читаю Библию. И вы представляете себе, если бы человек полгода не кушал, что бы было с этим человеком? Да он бы умер давно, правда? Не кушают больные и мертвые люди. И вот смотрите, сеятель, сеет слово. Я мог бы очень много привести удивительное, знаете, это просто как сверхъестественное какое-то действие в Слово Божие. Но может еще один пример приведу. Я хотел дальше по тексту. Как-то у нас в церкви был один молодой человек, вот такой ревностный, покаялся, пришел к Господу, а друг у него не верующий. Вот этот друг попал в реанимацию, какая-то травма у него была, позвонка, там шейные позвонки, и он в коме лежит, у него там тело парализовано, и он умирает. И что они только не делали, родители татары по национальности, его звали Женя, фамилия Абдулин, и он говорит, родители вот узнали, что вот есть церковь, верующие, хотели, чтобы вы помолились. Я говорю, ну хорошо. Я специально с родителями в одной машине поехал, побеседовали дороги, они плачут, ну сынок умирает, все. Приезжаем туда, в реанимацию, и говорят, ну врач говорит, пускай только одного, выбирайте, или отец, или мать, и больше никого. Они мне говорят, вы идите, мы останемся, вы идите, ну у них надежда какая-то. Я зашел туда, в эту реанимацию, смотрю, ну без сознания, полностью лежит в коме, не шевелятся у него ни руки, ни ноги, чуть-чуть вот так приоткрыты глаза, но видно, что это, ну знаете, даже человек мертвый так может лежать, если ему вовремя не закрыли веки. Ну как мертвый лежит? Подключены разные аппараты, системы и так далее. Я думаю, ну что я могу сделать? Что я могу сделать? Я помолился Господу. Знаете, это так важно в таких ситуациях помолиться. И в этот момент, моментально почти, я вспомнил одну историю, я прочитал когда-то, это Господь идет навстречу, как где-то в одной стране, по-разному говорят, это было то ли в Англии, то ли в Америке, но не так важно. Один служитель церкви, он был как раз в доме молитвы, и вдруг ему звонок, член церкви, одна женщина звонит и говорит, мой муж при смерти, он не покаян, и пожалуйста, посетите его больницы, чтобы ему засвидетельствовать о Господе, чтобы он покаялся. Я, говорит, быстренько взял с собой одного новобращенного человека еще, чтобы научить его, как свидетельствовать об Иисусе Христе, и мы приезжаем в больницу, и когда мы зашли в больницу, врач говорит, поздно, дорогой пастырь, говорит, он уже все в кому упал, и все бесполезно, он умирает, он умирает, этот человек. Жена плачет, его там медсестры, там все такое, ну, я, говорит, собрался уже уходить, и вдруг, вот этот новобращенный человек, который я привел научить, как свидетельствовать о Господе, подходит к этому умирающему человеку, наклонился и говорит, Иисус Христос любит вас. И мне так неудобно, думаю, что тут конфуз такой, да, он же не слышит, он же все в коме уже, да, и врач все остановили, смотрит на эту картину, да, и вдруг он начинает цитировать тексты Священного Писания, один стих, другой стих, третий стих, четвертый стих, пятый стих, и вот стихи, которыми обычно пользуются, чтобы, когда мы свидетельствуем людям об Иисусе Христе, например, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Ну и другие стихи. И когда он это все цитировал, и говорит, и мы в таком оцепенении стоимся вокруг, вдруг этот новообращенный человек обращается к этому в коме и говорит, «Если вы хотите покаяться, принять Иисуса Христа, вы можете это прямо сейчас сделать». И он говорит, «Я буду медленно, отделяя фразу от фразы, подсказывать вам, как это надо сделать», а вы в мыслях можете повторять. И если вы на самом деле искренне это сделаете, Бог вас простит. И когда вот это все прошло, он говорит, «Мы бы хотели от вас получить свидетельство». Он в коме лежит, что вы действительно приняли Иисуса и помолились. Если вы это сделаете, он говорит, «Попробуйте пошевелить большим пальцем правой ноги, говорит». И мы все раз и смотрим, и к нашему удивлению раз, 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 раз. И говорит, «После этого у меня все поменялось, пастор говорит». Я понял, о чем имел в виду Дух Писания, когда мы читаем «Послание к Евреям 4.12». Слово Божие живо и действенно. Она стреляет всякого меча обою до острова. Она проникает до разделения составов и мозгов. Судит помышление намерения сердечное. Вот я эту историю вспоминаю, я возвращаюсь Жене Абдулину. Я начинаю ему цитировать стихи из Библии. Знаете, так важно знать стихи-то наизусть. Это же в любом случае может произойти, правда же? Едем в машине, перевернулась машина, я помню, как-то лежат четыре, ну еще не трупа, люди без сознания, да, и я тут служитель церкви. Вот я поговорил с этим Жене, нацитировал тоже ряд стихов и предложил ему пошевелить веком. У него все тело было парализовано. Я говорю, Женя, там твои папа и мама плачут, и они хотят какое-то иметь свидетельство. Я укорачиваю эту историю, вы знаете, у него начало это века шевелиться, потом в следующий раз он мне еще раз дал свидетельство другим векам, а потом он уже обоими глазами моргал, когда я благодарил Бога, и я предложил ему в мысле поблагодарить Бога и так далее. Это удивительно, это удивительно. И знаете, слово Божие имеет силу. И сегодня слово Божие сеется. Сеятель вышел сеять. И не случайно, знаете, смотрите, одно и то же семя и четыре результата. Четыре результата. Вы когда-нибудь замечали такое, вот кончается служение, и кто-то говорит, какое собрание было хорошее, а другой говорит, да ничего особенного. Как-то братья посетили, вот приехали в Девингород, их два дома молитвы отправили, после они встречаются, ну как, да вроде ничего, но люди всегда на часы смотрели. А другой говорит, у меня еще не так, смотрели на часы и к уху прикладывали. Но это же реакция, правда же? Это же отношение к Слову Господнему. Или я помню, у нас было евангелиционное собрание, я просто хотел показать, как враг старается. И вот люди вышли на покаяние, мы после говорим, давайте все, которые хотят, вот останьтесь, мы с вами побеседуем. Подходит одна женщина, говорит, а куда вы сказали пройти тем, которые хотят получить гуманитарную помощь? Я говорю, я так не говорил. Я сказал, чтобы пройти, кто хочет покаяться. Она говорит, а я услыхала, что за гуманитаркой выйти вперед. Она за этим пришла. Знаете, она хотела это услыхать. И потом враг души прилагает так много усилий, так много усилий. Скажите, вам приходилось когда-нибудь спать на собрании? Сейчас никто не спит? Вы знаете, наш пресс-фитер когда-то сказал, друзья, братья и сестры, ну смотрят там, ну пожилые люди, да, и говорят, если кто-то хочет спать, давайте договоримся так, вы просто встанете. И мы будем знать, что вы хотите спать, и мы будем за вас молиться. Стоя, я говорю, вы не уснете, а мы будем за вас молиться. Прошло несколько собраний, вдруг смотрю, встает моя мама. Я думаю, мама, это же, это же позор такой, да? Но знаете, моя мама была очень честная женщина, престарелая, болела где-то, устала, бессонные ночи, много детей и так далее. Я так после анализировал, думаю, как это было правильно на ее стороне, чем делать вид, что все нормально, там раз такой, смотрит, раз опять, да? Ничего не попадает туда в сердце, да? Друзья мои, первая категория почвы при дороге. То есть, оно не попало в сердце. Как мы говорим, в одно ухо залетело, в другое вылетело. И когда Иисус объяснял значение этой притчи, этой категории, этой почвы, он сказал, что птицы небесные поклевали то. Враг, враг это делает, да? Он хочет забрать это семя, он знает, что в семени есть сила. Если мы это семя примем для размышления в почву сердца, начнется рост духовный, мы начнем пользоваться этим словом. Я в своей жизни замечал, что Бог посылает мне в течение дня людей, соответственно, того текста, который я читал утром. И так много-много раз было. Я просто удивлялся, когда я размышлял, оставлял это, молился об этом. Один брат мне рассказывал, говорит, уверовал, говорит, прошло какое-то время, и вот он у нас на шахте работал, и, говорит, утром почитал Библию, пошел на работу, и когда был перерыв, сидели все, и кто-то задает вопрос и говорит, а как вот у вас там в Библии написано, вот как ты это понимаешь? Я не знал, как ответить. Они стали, говорит, надо мной смеяться, да что ты за верующий, говорит, если все будут такие, как вы, так вам никто и не придет, говорит, да, да ты не настоящий верующий. Ну, посмеялись над ним. Он такой, с тяжелым сердцем, пришел домой, да, закрылся в комнате, молится, плачет, Господи, ну, почему ты мне не помог, почему ты мне не помог? И знаете, ясно так на сердце, ну, прочитай еще раз, что ты утром читал. Он с трудом нашел это место, что утром читал, и когда он нашел это место, это был ответ. Это был ответ. Хватило только до калитки. Вы знаете, это очень-очень серьезно, друзья мои, потому что враг души прилагает столько усилий, чтобы оторвать нас от Слова Божия. В Слове есть сила. Это очень важно. Вторая категория почвы, я хотел более подробно остановиться на ней, это каменистая почва. Вы знаете, Библия говорит о том, что в последние дни наступят времена тяжкие. Люди будут иметь вид благочестия. Знаете, я вот откровенно скажу, я так на вас посматривал, да, когда вы тут ходили, общались, себя так. Ну, гости обычно это делают, правда же, да? Мы знакомимся, как бы. Ну, я во многом порадовался, я вам хочу сказать, да, посмотрел, увидел целомудренно одетых сестер, увидел скромных, ну, так, на вид братьев, да, увидел, услышал, так, разговоры христианские. Меня это порадовало. Но помню, как-то на одном служении один дедушка говорит, вот смотри я на вас всех, вот такие вы все верующие, да, вот хотел бы я на вас дома, говорит, посмотреть, говорит, да. Вы знаете, самая важная часть нашей жизни, это та часть, которую никто из людей не видит. И эта часть жизни определяет нашу сущность. Писание говорит, каковы мысли человека, где? В сердце его. Вот таков и он. Вот это наша сущность. Я не имею права сомневаться в искренности, да, каждого из вас, но я хотел, чтобы мы вместе подумали. Вот смотрите, каменистая почва. И когда я уже вспоминал сейчас апостол Павел Тимофей, говорит, наступят времена тяжкие, там перечисляет портрет современника, он говорит, люди будут иметь вид благочестия, а силы не будут иметь. Силы же его, отрекшиеся, вы знаете, неглубокие корни и малейшее что-то. Как знаете, вот иногда некоторым говорю, ну а почему вот вы вслух не молитесь? Я там беседую с молодежью, с некоторыми. И одни говорят, ну знаешь, брат, она и сестра говорит, я неречистая, говорит, да, ну я как-то вот так в сердце вот так молюсь. Знаете, когда я наступили на ногу, откуда речь только полилась? Оказалось, речистая сестра, да? Вы знаете, столько мы находим разных оправданий. И вот я бы сказал так, Писание говорит, почва была, но это был тонкий слой видимого благочестия, который закрывал настоящее состояние сердца человека. Там были тайные, скрытые грехи. Никто этого не видел, но это видел Бог. Вот человек сидит на собрании, вроде бы где-то читает Библию, но он не позволяет Слову Божьему, знаете, вспахивать, и написанную себя на вину, перепахать почву сердца, вывернуть наизнанку, да, вот все это. Мы поем в одном гимне, чтобы в сердце грех на самом дне, был удален совсем во мне. и человек не позволяет Духу Божию это делать. Человек не соглашается со Словом Божиим. Человек не реагирует, проявляет непослушание Слову Божьему. Он обманывает сам себя, никто не видит, и он успокаивается. Но Писание говорит, что Бог когда-то будет судить помышление и намерение сердечное. Друзья мои, давайте вспомним одну личность, царь Давид. Помните, была ситуация, он потом в молитве, Псалом 50, покаяние, он это раскрывает, свою сущность. Знаете, внешне кажется, все нормально. Царь сидит на троне, корона у него, власть у него, но у Давида проблемы. Бог не разговаривает с Давидом. И он потом говорит, день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла. У Давида проблемы? Какие проблемы? Давид согрешил. И скрыл этот грех. Он живет в тайном грехе. Он мучается в совести своей. Ему плохо, но он изображает эту силу Божию. Когда пришло прозрение Давида? Вы знаете, есть такой момент, в этом же 50-м Псалме Давид это раскрывает, и он говорит, «Лугавая, пред очами твоими сделал». Что это? Давид понял, что в тот момент, когда он жил в грехе и когда он лежал с Версавией, очи Господа были здесь. Он понял, написано, «Очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чьё сердце вполне предано ему, и лицо Господа против делающих зло». Он понял своему ужасу, он об этом не думал, что Бог это видел. И он делал это в присутствии святого Бога. Мы можем представить себе ситуацию, когда привезли с поля битвы Урия Хитиянина, и, вероятно, царь был на этих похоронах, и, может быть, он принёс самый лучший венок, и, может быть, он сказал такую речь, что все подумали, как царь любил Урию. И он говорил, все бы такие воины были, как Урия. А потом царь настолько удивил весь народ. Он эту бедную вдову ещё узнали, что она ещё и беременна, с чужим ребёнком. Так люди думали. Он взял свой дом. Представляете себе? Это же была ложь. Это был обман. И потом пришёл человек Божий. И, знаете, посеял слово на эту каменистую почву и сказал, Давид, вот в одном городе жили два человека. Один был очень богат, у него столько скота было, он даже не знал сколько. А был ещё один бедный, у него была одна единственная овечка. И вот, когда к богатому пришли гости, он пожалел взять отстат своих. И Давид стоит, всё это слушает. И он взял вот эту бедную, вот эту овечку и забрал её, чтобы угостить гостя своего. И царь не выдерживает и говорит, жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это. И, знаете, тогда прозвучал приговор Божий. Это как операция без наркоза. Он сказал, ты это человек. Ты это человек. Друзья, слово имеет силу. Слава Богу, что Давид отреагировал. Слава Богу, что, знаете, он он же понимал, что Бог его уже оставляет. И когда человек живёт в грехе, в тайном грехе, он же понимает, что Бог молчит. Мы говорим, а Бог молчит. Здесь можно обмануться. Написано, ты это делал, а я молчал, а ты подумал, что я такой же. Или ты подумал, что я не осуждаю грех. Грех это покушение на престол Божий. Это вызов Богу. И когда человек, который называется христианин, грешит осознанно, сознательно, находится в этом грехе, в его жизни начинаются поражения. И мы должны задавать вопросы. Почему? Мы должны проверять свое сердце. Вы знаете, Давид покаялся. И в своей молитве покаяния он сказал, Духа твоего святого не отними от меня. То есть, вот, 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 Дух Божий отойдет. И знаете, есть такие моменты. Я встречал людей. Я хочу сказать вам, друзья, когда слово Божие касалось их сердца. Были люди, которые, это очень трудно признаться. Это очень трудно покаяться, потому что стыдно же, потому что сверху же слой такого хорошего, видимого благочестия. И вдруг, на тебе, я помню, в одной церкви служитель церкви вышел на покаяние с женой. И люди все глянут, что такое? Я помню, на одном служении Дух Божий касался моего сердца. Я сам был за кафедрой. Это было членское собрание, и мы говорили о личном освящении каждого. Это коснулось моего самого сердца. Я помню, я вышел вперед, сказал, братья и сестры, я сейчас стою здесь не потому, что я жду вас, и хочу с вами помолиться. Дух Божий меня обличает. Я помню, такая тишина в зале, и тогда сзади один встал и говорит, но если, говорит, ты вышел на покаяние, тогда нам всем надо выходить на покаяние. Я говорю, так если Дух касается, выходите. Если Дух касается, это не надо лицемерно делать, это надо искренне делать. И если Слово Божие касается сердца, и вдруг Бог обнаруживает и показывает, мы были спокойны, но находясь под звуками Слова Божьего, Бог, который не хочет смерти грешника, который хочет, что грешник обратился и жил, Он показывает нам проблему. Я помню, есть такой христианский писатель и проповедник был в Германии, Эрнст Модерзон, может кто-то слышал про него, хороший проповедник, он любил комнатные цветы, и у них были комнатные цветы. Однажды он на рынке купил несколько новых каких-то сортов комнатных цветов, и говорит, он за ними ухаживал, удобрял, поливал, и говорит, все растут, а день не растет. Вот все растут, а день не растет. Он больше туда удобрений, он больше внимания, но не растет и все. И однажды он думает, ну в чем же дело, в чем же дело. Он под лупой стал рассматривать и смотрит снизу, там где была привязана бирочка с названием вот сор этих цветов, обрезали, ну нитку неправильно отрезали, и она перетянула вот так, и сок, и влага не попадает. И когда он это перерезал, все пошло. пошел рост. Вы знаете, грех всегда препятствует духовному росту. Останавливается жизнь, когда человек живет в сознательном грехе. Это очень страшное состояние. И знаете, что помогло еще Давиду? Он понял, у него был пример. Помните, пример Саула? Пример Саула. написано Дух Божий отступил от Саула. Оставил его Господь. И он понимал, и поэтому он умоляет и говорит, он понял, вот это шанс, который ему Бог дал теперь через пророка, да? Он понял, это слово для него, и если он не отреагирует, будет поражение. Саул падал, пока не упал на собственный меч. Это страшно. И Давид покаялся. Друзья мои, мы всегда должны в любом общении обратить внимание, что Бог мне лично хочет сказать. Может быть, тот, кто-то не удовлетворен своей духовной жизнью, может быть, вы давно христианин, но нету горения, нету служения, нету желания читать Библию, нету молитвенной жизни, и ваша молитвенная жизнь, и вообще духовная жизнь, может, вам самим не нравится. Сегодня Бог, может быть, что-то обнаруживает и показывает вам, и вы стоите перед выбором. Вы можете согласиться, можете не согласиться, но ваше решение будет определять вашу дальнейшую духовную жизнь. Библия говорит, духа не угашайте. Человек, который, будучи обличаем, ожесточает выю свою, внезапно будет сокрушен, и не будет ему исцеления, и не вечно духу Божию быть пренебрегаемым человеками. Я встречал людей, которые умирали, знали, что есть Бог, понимали, что они грешники, и мне говорили, верю, что если скажу прости, он простит, но не могу. Я говорю, почему? Он говорит, хочу плакать, слез нету, хочу молиться, слов нету, есть сознание, язык шевелится, все. Он говорит, я ожесточил свое сердце, Бог звал меня, и я отказывался. В моем сердце камень, камень бьется. Это очень серьезно, друзья мои. Сеятель сеет семя. Бог касается наших сердец, Бог обнаруживает все сокрытое, все тайное. Бог не только обнаруживает, он показывает свою огромную любовь. Он как бы говорит, кто бы попросил меня, я бы простил его. Кто бы попросил меня, я бы помиловал его, я бы омыл его сердце, я бы снял вот эту тяжесть вины, я сделал бы его счастливым. Как многих людей сатана обманул. В одной стране как-то мы проводили одну молодежную конференцию, там это было особо как-то прикосновение Духа Божьего, многие люди каялись, обновляли свое духовное состояние пред Богом. Знаете, на другой день я беседовал с одной девушкой, молодая, совсем очень активная, впечатление у многих было очень положительное о ней. Она говорит, если бы спросили в церкви, чтобы кто-нибудь меня характеризовал, она говорит, я получила бы самую высокую оценку. Но она жила в грехе, в страшном грехе. Один молодой человек ее искушал, сначала по телефону. вы знаете, стыдно говорить о таких вещах, но он оскорблял ее слух. Это было что-то как интим по телефону, извиняюсь. И говорит, и я молчала, я соглашалась, потому что я надеялась, что он возьмет меня замуж, что это начало, он предложит мне. Я боялась остаться одной, а потом мы лично встречались. И я позволила ему вольность рукам. Даже он снимал с нее одежду. И она говорит мне, да страшного не дошло. Сама плачет, понимает, что это же ужасно, что она позволила. Он так и не предложил ей замуж выйти. И тогда я ей сказал, слушай, а вот если бы я стоял рядом в этот момент, когда он это делал, ты бы ему позволил это делать. Она обиделась на меня. Она сказала, Франц Гергардович, почему так плохо обо мне думаете? Я до такого не докатилась. И тогда ей сказал, а Христос стоял рядом. Она истерически закричала, и я не думал об этом. Я говорю, но он стоял рядом. Он это видел. Он стоял рядом с Давидом, когда он грешил, и он был бы прав, если бы убил Давида. Впоследствии Давид говорит, ты праведен в приговоре твоем, ты прав, что бы ты ни сделал, ты святой Бог, ты все видел, и я это делал пред очами твоими. Бог Бог знает все. Он видит наше сердце. Как-то я тоже должен был в каком-то городе был, и уже закончили все служения, мы должны были уезжать, там была одна семья, они меня знали хорошо, звонят по телефону, и говорят, нам надо срочно, срочно встретиться. Я говорю, ну я вообще-то уже опаздываю, самолет и все такое, ну, надо, хорошо думаю. Вот он приезжает с женой, оба в слезах, и он рассказывает, дома, ни с того, ни с сего, вдруг у него изо рта пошла кровь, вот прям с горла идет кровь, напугались и думают, умрет сейчас, сейчас умрет, сейчас умрет. И жена, давай быстренько скорую вызываем, он говорит, подожди, подожди, не надо скорую, мне надо тебе что-то сказать, я не успею, я не успею, давай иди сюда, быстренько, я умираю, я должен тебе что-то сказать. И он ей говорит, я изменял тебя не один раз в течение ряда лет. Он боится умереть теперь, он понимает, что может быть. И когда он искренне покаялся, у жены попросил прощения, кровь остановилась. А потом они мне позвонили, и скорая уже не нужна была. Вы знаете, Бог восстановил, Бог даже это прощает. Но мы должны реагировать. Мы должны реагировать на Слово Божие. Я так думаю, надеюсь, что он больше этого не сделает. Это очень страшно. И Ноя упала на каменистую почву, но земля была не глубока. Вы знаете, как важно реагировать, не просто делать вид, кому это нужно. А действительно, иметь чистое сердце, помните в этом гимне, что в сердце грех на самом дне был удален совсем во мне. Вот это то, что Бог ожидает от человека. и я уверен, что Господь готов перерезать вот эти ницки, которые греховные, которые мешают вот этой силе Божией проникать в веточку нашей жизни, и тогда будут плоды, если мы дадим простор Богу, Его Слову в нашей жизни. И я знаю, я пережил это, что если те, которые еще не приняли Христа в свое сердце, если вы в искреннем покаянии придете к Нему, Он вас простит. Может быть, кто-то живет двойной жизнью, и вы понимаете, это про вас, вы знаете это. Где-то Сатана вас обманывает, но что ты будешь открываться, об этом же никто не знает. Это я хочу сказать, даже не надо все это рассказывать никому. Важно это Богу сказать. Помните, привели женщину, взятую в прелюбодеяние, ее камнями хотели побить, но Иисус видел сердце. И Он сказал, я не осуждаю тебя. Почему не осуждаешь? Иисус видел сердце сокрушенное. Он сказал, иди впредь, не греши. Я помню, к нам в Казахстан приехал как-то один служитель церкви из Германии, и Он был сын тоже служителя церкви. Он говорит, я долгие годы вел лицемерную двойную жизнь. Я делал вид, отец был очень высокого мнения обо мне. Мы умудрялись приезжать на богослужение на машине с родителями, и пока шло служение, мы за эти два часа умудрялись обворовывать магазин с такими же подростками, молодыми людьми, как он. Нам это нравилось. Мы воровали, мы лгали, мы вели непристойный образ жизни, а потом как ангелы ехали домой. Мы знали, как говорить отцу, как говорить матери, да, мы делали вид благочестия. И однажды, когда в очередной раз, говорит, мы воровали один магазин, это было правда на неделе, говорит, нас там полиция уже ждала, и, говорит, там шуму такой подняли сильный, и вдруг, когда, говорит, с одной стороны один полицейский меня держал, с другой стороны другой держал полицейский, и других ребят, а там люди говорят, куда родители смотрят, они к родителям в тюрьму отправить надо, да, не воспитывать своих детей, я думаю, боже мой, самое большее я боялся это встретиться с отцом, я думал, если я увижу его глаза, я же увижу эту боль страшную, да, что делать, я выкручивался, обманывал, придумал чужие адреса, там, города, фамилии другие, и вдруг автоматически открывается дверь, и на пороге стоит мой отец, я говорю, не знаю, почему он туда пришел, он обычно не ходил в это время, но он был там, мой отец, и когда отец глянул, он все понял, и я увидел, говорит, страшную боль в глазах отца, его сын лицемер, его сын преступник, а теперь представьте себе, Бог же видит нас, Он смотрит на нас, и знаете, говорит, я, говорит, колебался какое-то время, я знал, что есть Бог, я знал, что Христос умер на кресте, и я понимал, что я грешник, я, говорит, собрался силами, и в какой-то момент, когда, ну, все люди так наблюдали за этой картиной, я изо всех сил рванулся из рук полицейских и побежал к своему отцу, я побежал к отцу, и я уткнул свое лицо ему в грудь, и стал плакать, я плакал, плакал, каялся, в сердце тихо, плакал, и вдруг, я почувствовал, как руки отца легли на мои плечи, и я еще сильнее заплакал, я плачу, отец меня все сильнее и сильнее, говорит, прижимает к себе, и тогда я стал поднимать свое лицо, я стал поднимать свое лицо, чтобы заглянуть в глаза отца, и когда, говорит, наши глаза встретились, я понял, и я прощен, отец простил, друзья, я не буду идти дальше по этому тексту, я не знаю вас, но Бог знает вашу жизнь, может быть, вы устали под бременем греха, может быть, вам тяжело, вы молодые люди, столько искушений, столько борьбы, может быть, вы живете под гнетом вины, и Слово Божие вас обличает, она попадает, временами, знаете, есть побуждение помолиться, а потом она опять проходит, может быть, вы точно знаете, что вы живете неправильно, как знаете, очень коротко я заканчиваю, один человек наблюдал такую картину, еду, говорит, как-то в поезде, мы двое были в купе, я смотрю, один пассажир, он поезд подъезжает к станции, он быстренько встает, и так смотрит в окно, смотрит и старается прочитать название станции, а потом тяжело вздыхает, и опять садится, и сидит вот такой понурый, понурый, опять следующая станция, он опять вскакивает, читает, и опять сидит, думаю, как-то странно, и он спрашивает, мужчина, вот я смотрю на вас, как-то вы странно ведете себя, и он говорит, на каждой станции я убеждаюсь, что я сел не в тот поезд, он говорит, а что же вы не выходите, друзья, есть люди, они на каждом собрании убеждаются, что они едут не в ту сторону, этот поезд идет в ад, и они знают это, и может быть, и такие есть сегодня здесь, в нашем собрании, у меня есть такое предложение, давайте мы так сделаем, если можно, никуда не надо выходить на месте, если Дух Божий касается вашего сердца, вы почувствовали силу этого слова, вы поверили, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, Единородного, дабы вы, веруя в Него, не погибли, но имели жизнь вечную, и Бог со Своей любовью остановился возле вашего сердца, Он хочет очистить ваше сердце, омыть его, Он готов обновить вашу жизнь, Он готов вам все простить, и вы жаждете этого, или может быть, есть такие, которые никогда еще не молились, но вы хотите покаяться, как я тогда, и вам кажется, времени нету, и вы не можете вклиниться, это ваше время, это время тех, кто хочет обновить свои отношения с Богом, я так подумал, даже если ничего больше не будет дальше, ни одной песни, ни одной программы, если бы мы даже до пяти вечера сейчас молились, я думаю, никто бы не сожалел, правда же? Это так важно, быть послушным Богу, друзья, я не хочу это искусственно сделать, но если вы ясно понимаете, вот это теперь ваш шанс, и Бог с вами говорит, вы перед выбором, как Давид тогда, друзья мои, кого Господь побуждает просто к обновлению духовной жизни, к тому, чтобы попросить прощения, я хотел попросить вас, вы просто тихо на место встаньте, чтобы вы видели, что такие есть, отбросьте ложный стыд сейчас, духа не угасите, мы за вас помолимся, вам не надо даже вперед сюда выходить, просто на месте, есть такие, которые ясно знают, им надо обновить свою жизнь, хорошо, мы видим вас, есть еще, кого Господь побуждает, постойте немножко, чуть-чуть постойте, друзья, постойте чуть-чуть, будьте честны, будьте искренни, это ваш шанс, это ваше право, сегодня, Иисус хочет, омыть ваше сердце, Он никогда никого не изгнал, мы видим вас, на балконе мы вас тоже видим, и тут видим, мы чуть-чуть подождем, идет борьба за сердце, идет борьба за сердце, если Дух Божий вас зовет, встаньте, заявите об этом, Бог здесь, Он видит ваше сердце, давайте мы так сделаем, если можно, мы можем потом в перерывах, в обеде, лично встречаться, еще беседовать, а сейчас я хотел предложить, вот просто те, которые сидят вокруг, это ваше служение, помолитесь с сестрой, или с братом, давайте мы так в группах отобединимся, и возьмем сейчас это время, по 3-4 человека, и мы хотим за вас тоже помолиться, и вы помолитесь, друзья, откройте свое сердце, вокруг братьев, сестер, 2-3, больше не надо группы делать, скажите, что у вас на сердце, Бог ответит, время для молитвы, давайте сделаем такие группы, по 3 человека, и здесь, пожалуйста, что там есть, Продолжение следует... 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 Продолжение следует...